всем доброе предоброе утро мы в пробочке стоим там наверное какой-то крутой водила который не умеет водить я специально стала подальше чтобы на всякий случай вот сюда можно было бы заехать но это уже наверное нереально после сзади меня уже стоит одна машина или посмотрим что там вот уехали уже все теперь можно и нам проезжать пол стенки короче снес какой-то грузовик в общем сейчас поедем вот я уже знаете здесь раза три вот так попадала нет на этом все не закончилось там еще очень крутой поворот очень узкий что очень трудно заехать и походу он там застрял твою дивизию а я уже опаздываю блин так всегда стоим ждем а полчаса раньше иду на работу что там будет с мужиком с одним поругалась дебил какой-то недоразвитый но я знаете как ругаюсь я всегда культурно но могу так как говорится в общем я могу сделать больно словами но культурно вот задеть но не за больное а как бы сказать в общем вы понимаете все культурным дела слова подбираю культурные но чтобы доходил смысл сказано в общем вот так вот стояли там короче этот грузовик что-то привез и он сцепление сжег представляете снес пол вот такого балкона мэрши нашей ой что там было что там было этот водитель на укол как припарковался в ненужном неправильном месте сидит плачет ужас какой-то ну блин внизу знак висит какие машины не могут подниматься и какие могут подниматься но никто как бы на этот знак не стоит кстати я иду у меня клиентка стоит меня уже ждет оставляйте ой какое место парковочные шикарные у нас сегодня не дым дым чарли что-то под ногами ты мешаешь каких-то пор ты у меня под ногами мешаешь на наверное тоже на нет и так жаре всегда тут говорят так в общем бегу бегу но я как-то не сильно перенервничал не знаю наверное весь пар выпустил с этим мужиком дебилом вы знаете ехала я ехала в магазин ехала ехал в лидл с утра у меня был такой план ехать в лидл за хлебом у меня мой хлеб закончился но я ехала ехала и приехала хожу по магазину и думаю что то не то что-то мне тут не хватает и тут до меня доходит что я нифига не в лидале а в меркодоне я по инерции приехала в меркодону и пошла искать хлеб который продается в лидале прикиньте такой дурак но думаю раз уж я тут то тогда куплю черешни молоко ну и хлебушек и заодно прихватила чучи для чарли который стоит евро 19 каждая в общем падает 12 яиц которые я уже вон там барю сейчас покажу чего варю которые стоят евро 20 12 штук диски ватные у меня закончились которые стоят 95 центов вот такой вот штуку взяла чтобы типа это не натирать ноги им как-то мажешь и не натираешь ноги я так я слышал про такое типа невидимые носочки или их еще называют в общем он стоит 250 ну чтобы ноги не натирать вы знаете у меня сейчас носила одни шлепки три года носила а дело в этом году еще не разу надела один раз все натерла везде кругом три года носила ну как я после зимы всегда когда надеваю обувь почти многое не натирает вот так какая бы она ни была но видимо после зимы ноги и стопы такие как разнеженные что ли скажем такие что вот в кроссовках там в ботинках свободных носках ничего не жмет ничего не трет а летом все-таки погрубее становится ну у меня такое объяснение и ночи я никакое объяснение даю а взяла вот и вот такие вот пластырь мне нравится вот такой вот они не будут в рулоне как бы да он у нас стоит так пластырь у нас стоит евро 20 так 12 мороженых я сладко я сладкоежка не малюсенькие они правда малюсенькие такие вот где-то тут палочка 12 штук они у нас стоят после еды и обязательно должна что-нибудь сожрать сладенькое они у нас стоит 225 вот такой лук свеженький он у нас стоит евро 15 молоко по 70 центов каждая дела 2 без обезжиренной я беру мне нужно молоко только для кофе утром кофе я пью но иногда кашу варю поэтому обезжиренной мне самое оно конечно это вода но написано витамины какие-то есть витамины а д е и асидофолику фолиевая кислота вот женщинам нужно такие витамины не знаю есть они нет не проверял так ну вот свой хлебушек который я вам говорила с вернышками такой обалденный 25 центов стоит один штук кефир окрошку буду делать кефир вот такой вот он у нас стоит евро 20 по моему евро 25 до редиска евро 40 тоже на окрошку чек конечно меня как из одного места ой у меня все закипает убираем сахар тростниковый килограмм евро 80 я а евро нет подождите евро 87 до урчата это напиток такой из корнеплодов такие специальные корнеплоды есть и вот их выкапывают молят но как молокой бывает знаете молоко миндальное вот такое но это вот орчата какой-то какой-то корнеплод из него это мужа я мне не понравился евро 35 он должен быть очень очень холодный из холодильника как коктейль выглядит вкусно но мне не нравится мужу нравится пускай летом пьет вместо ужина а еще взяла эти патчи под глаза по евро 15 пока у меня с китая дойдут хрен дождешься потом черешню набрала ваш на 5 евро она у нас стоит 490 килограмм 499 я на 5 на 80 вот меркадоне мне нравится сама выбираешь ее она очень вкусная так на мой выбор может быть у вас там есть другие вкусные какие черешни другие магазины но от из выбора наших магазинов вот она самая вкусная один огурец дела у меня один есть но и на всякий случай взяла один 28 центов здесь евро 19 килограмм стоит ну и все на этом мы и остановились варю значит я себе здесь у меня картошка и цветная капуста вот видите отваривается там яйца варятся видите ни хрена вы не видите сейчас я вам протру вас протру теперь видите теперь видите яйца варится сейчас я все это смешаю смешаю картошку вареную не буду мять а вот вилкой на кусочки картошку цветную капусту и яйцо тунец я еще люблю вот такой вот лук зеленый добавлять кстати испанцы отрезают вот этот лук и вот это выбрасывают представляете представляете какие транжире вообще ужас вот и все заливаете ну заливайте добавляете оливковое масло и вкусно очень на лето вот так вот сейчас буду это делать вот так это выглядит я еще добавила шпинат теперь вот так вот все это знаете разминается картошки вот немножечко добавила больше я люблю очень цветную капусту я прям ее просто обожаю могу ее есть просто вот вот так брать и есть и и вот так все мешаем там внизу меня лучок зеленый видите сделаю сейчас себе чай вкусный вчерашний который делал мне в подарок привезли такой вкусный он который вам чай ну конечно я ночью нифига не уснула как я и думала у меня там очень много шпината но глаза как говорится лупила в общем всем аппетит приятного аппетита пробуем на саль ой на соль и кушаем ням ням смотрите муж приехал чарли меня сейчас придет оповещать котором видите как забывает вот так он меня повещает и пока ищет а парковочные места что? о силе, мой олопедок кто? что? а什麼ogramops? что ты видишь, папка где? где? где ты иди? где ты иди? где ты идешь? где ты иди? Видите где? Вот где, вот там Я говорю, где папа? Он мне показывает Самое умное животное в мире На таз не смотрите Я белье вчера ночью разбирала И сегодня еще его не убрала На пляж я не поехала В общем, знаете, говорят, сон Он не накопительный То есть, если ты 2-3 дня там не поспал То не будешь спать, как сурок Но на моем опыте Нифига, он накопительный Я 2-3 ночи как-то плохо спала Не знаю почему, но вы знаете, кто давно меня смотрит Что со сном у меня не очень Все в порядке, но в том плане, что я сплю Мало, но мне этого достаточно Вот, а эти 2-3 ночи как-то не очень И вот сегодня я смотрела сияла Мне прям так потянуло на сон Что я думала, надо поспать Видимо, все-таки эти 2-3 ночи Дали о себе знать И, в общем, уже поздно Ехать куда-то Поздно пить боржоми, когда почки отказали И я решила совместить приятное с полезным А еще мне вчера нужно было Идти к бухгалтеру Каждые 3 месяца Налоги же нужно платить И я в воскресенье об этом помнила Вчера я тоже об этом помнила Но когда я приехала, у меня вылетело с головы Бухгалтер наш принимает Он где-то с 7 до 9 Вот, поэтому сегодня мне нужно Отнести ему документы А сейчас я вам покажу, что я вчера Своей племяшки купила маленькой Ей 4 месяца Она у нас родилась, по-моему, 7 марта Да, на один день ей, как говорится, не хватило Чтобы поздравить свою мамочку И свою тёточку с 8 марта Так вот, я ей тут прикупила кое-что Вот, передам всё С моей сестрой, которая приехала Вчера мы на шопинг же ездили Кто не смотрел видео Переходите Вчерашнее видео вы посмотрите В общем, что я купила ей Купила ей вот такой костюмчик Это как бы бодик там Там бодик такой Как по-моему, обычный Как обычный бодик тут застёгивается И вот такие вот штанишки Почти всё купила со скидками Стоил он 12 евро Я купила за 5 Вот видите Вот такой костюмчик С клубничкой Бралась немного на вырост, естественно Ну, мы там сговаривались С невесткой Поэтому Она уже всё знает Вот такой вот Бодики обычные Я, которые вчера вам говорила Про них Это всегда нужно С длинным рукавом Уже такие с ползунками Это уже на зиму Можно сказать Или на осень С лебедями Я не знаю, как по качеству Но знаете, из примарка Никто не жалуется На качество детских вещей Ну, они Поэтому Вот Три бодика Ну, как видите Цена 9,50 Потом купила Вот такой вот ещё Костюм Тоже Ну, это, знаете Это мои Хотелки Это не то, что нужно Моей племяннице Это просто мои Хотелки Потому что я захотела Купить ей вот такую вот Одежду Вот эта юбка Я когда вижу маленьких детей Вот в такой вот юбке И с такими вот Ну, не знаю Классными То То просто Они такие няшные Такие классные Что я просто не могла Пройти мимо Вот этого С Микки Маусом Здесь ещё вот такие Есть колготки Прикольные С бантиками Представляете Всё это вместе Вот было Ну, в общем Мне кажется Что это вообще супер будет Потом, когда она наденет Всё это И пришлют мне фото То я буду Истекать слюнями Стоила 16 евро А купила По-моему, тоже 5 евро Если я не ошибаюсь Мне кажется Что это стоило тоже 5 евро Со скидками Как вы знаете Скидки начались Ну, вот это можно носить Колготки всегда нужны Такие классные В общем, всё это Такое няшное А, пока мы говорили Они поедут Как раз в отпуск Когда приедет Моя сестра Они поедут в отпуск И искали косынку Обычную косынку На голову И я вот как раз Стояла в детском И вот увидела Вот такую косынку Такая вот она Я не думала Что проблемы какие-то Будут найти косынку Я вообще В детских вещах Профангл Как вы знаете Я никому Ну, детей Ну, подарок там могу купить И то предпочитаю деньгами Но тут за моя племяшка Какие деньги Какие деньги Когда хочется Я говорю Я вчера говорю Я потискаю вот эти вот Штучки И как будто племяшку Племяшку потискала Вот Так что вот косынку Вот как раз стояла Около нее В одном магазине Только нашла Представляете Она такая вот Тут с резиночками Тут на застегшечке Такая это Ну, вы поняли 5 евро стоила Такая вот прикольная Вот, кстати, размеры Самая маленькая И вот этот костюм Но это не костюм Это все отдельно Продавалось Но я когда еще увидела Пару недель назад Я ездила тоже на шопинг Помните? А вот Когда увидела И влюбилась В этот Ну, не костюм Он отдельно продавался Но я сделала костюм В общем, вот такая вот Кофточка Ну, это прям на вырез На вырез Я взяла Потому что меньше размера не было Но мне он так понравился Я говорю, я бы сама его одела Вот И он тут на Как он называется? Флиз Вот В общем, вот такой вот Тепленький И вот такие вот Штанишки Там тоже были Они очень хорошо подходят Под этот костюмчик Здесь сердечко Здесь сердечко Но они, в принципе, лежали рядом И тоже они вот такие тепленькие Мне кажется, в Россию Они самое оно Но это прям уже На вырез Ну, в России, я думаю, что Пригодится когда-нибудь ей В годик Но она у нас Девочка длинная Худенькая Как мне рассказывают Но длинная Высокая модель будет Вот Стоило это вот На это скидки не очень большие Были 8 евро А стоило что-то 10 Вот, видите То есть 2 евро И это тоже стоило 8 евро Закупила тоже 8 евро А стоило что-то 12 Но на эту побольше В общем, такой классный костюм Я еще хочу съездить В один магазин Вот Тут вот Не доезжая Малаги Между Малагой И нашим городом Есть Один тоже торговый центр Там Разные Другие магазины Некоторые в Неваде И там еще что-нибудь посмотреть Ну еще всякие Это младшие А старшеньким племяшкам Куплю всякие вкусняшки Потому что одежду Это уже очень сложно Они постарше И в общем Не знаю С одеждой это париться Как говорится Купишь потом Не знаю В общем Я им вкусняшки лучше куплю И пускай они вкусняшки Знаете Мне кажется Всегда Очень приятно Покупать Получать Вот Я помню себя в детстве Когда мне кто-то привозил Какие-то гостиницы То это было Такое волнение Не важно Что там Привозили Но всегда Очень нравилось А тут вроде как Гостиницы из Испании Мне кажется Ребятишкам Хоть чоку Хоть жвачку купят Все равно будет Как говорится Приятно В общем Так как я на пляж Не пошла Знаете Я сколько спала Я так сказала Громко Прям легла Поспать Полчаса И то Я всегда сплю Вот так Один глаз открыт Другой закрыт Чарли сел рядом На пол И начал звать меня В прямом смысле Этого слова Вот так А Он так никогда не делал Сегодня я не знаю Что с ним звучит Наверное скучно Он разбудил меня А сам лег Дрыхнуть И вот так Сел Прямо рядом с кроватью И вот так А А Обычно он всегда Со мной спит А тут видимо Не захотелось Ему спать В общем Вот такие няшные Вещички Вот это тоже Он легкий Как бы джинсовый Но легкий Хочется скорее Увидеть В чем он В этом В этом всем Нет Ну конечно Это все большевато будет Но все равно Наверное Ей померят И посмотреть Чупачок Но вот это Это просто Что-то с чем-то Это юбка Это вообще Эти колготки Классные Во все Сделала Влажную уборку Помыла полы Пыль Вытерла Кстати я Первый раз За лето Включила Вентиляторы Мы кондиционерами Не пользуемся Потому что У меня Сразу ангина Сразу Даже если в машине Да Вот я вчера В Гранаду Правда ездила С кондером Но он Слабенько Так И дул Только не на меня Поэтому И у мужа Аллергия И поэтому Кондиционеры Нам не подходят Еще что я люблю Когда летом Все открыто Вот так Знаете Чтобы Ну Нормально И я жару нормально Переношу Поэтому кондиционеры Нам они в принципе Не нужны Вот вентиляторы Включила Вот эти Вот Сегодня Пока убиралась И мне нормально Было Хотя у нас Смотрите 36 градусов Мне кажется Намного больше Сделала себе Чай Вот Зеленый Который В холодной воде Заваривается Если так можно сказать Заваривается Кстати Дует Такой прохладный Ветерок Поэтому Мне нормально Я просто сейчас Увидела Что у нас 36 градусов Вот Хотя Время 7 часов Представляете Вот Сделала Влажную уборку И сразу Как-то Потому что Ходим уже Босиком Чтобы все У меня ноги Все в мозолях Но это Первые Мозоли Которые Сойдут Я сегодня Уже в новых Шлепках Тех ходила И поэтому Пережила Нормально Уже Ничего Не жмет Правда У меня Есть такой Лайфхак 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 Или как его Назовешь В общем Те места Где жмут Я читала Ваши комментарии Что и молоточком Постучать И В спирте Замочить Но это Я как-то Себе Не особо Представляю Как можно В спирте Замочить Целый Ботинок Или как там Не знаю Что у меня На голове Вот Но я знаете Как раньше Делала То место Где жмет Брызгала Духами Одеколоном Обычно Я пользую Мужскими Ну Своей Это жалко И вот То место Я побрызгаю И надеваю И все Нормально Вот сегодня Я так сделала И никаких Мозолей У меня не было Вот Так что Вот такое Дело Тянется Потянется Вот я игрушки Все сложила Он вот За следом Вытащил Новую Свою игрушку Свой подарок Да Такой Сладкий Сейчас уже Немножечко Время Почти 7 Без 10 И пойду К бухгалтеру Чарли не возьму Ну потому что В 36 градусов Я не думаю Что ему Особо Хочется гулять Вот Так что Сегодня Я его сегодня С работы Когда хорошо Так выгулила Погуляла С ним Немножко По улочкам Так что Нормально Хватит Лизун 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 Сладкая Моя рожа Рожа Какой-то лохматый Летом вообще Они облазить должны А он лохматый Какой-то стал В общем Нифига Ничего не сделала Пошла К бухгалтеру Он видимо На пляже Загорает Сказал В 9 будет Ой А мне целый час Что-то не хочется Тусоваться нигде И стоять его ждать Зашла в банк Деньги положить Там очередь В три велюшки С трех банкоматов Работает один И В очередь В три велюшки Тоже неохота Мне ждать Мне не к спеху В общем Зря проходила Ну А кстати Это Гель для Бритья Купила Мужу Поэтому Хоть что-то Сделала Пипец Жарящий Духотищий Так ветерок Продувает Иногда Хорошо И в магазинах Хорошо Там кондеры Ну вот Меняете Кондеры Я хожу Блин Знаете Следующая неделя Наверное Куплю себе Витамины Которые Для иммунитета Потому что Ну его нафиг Я уже давно Пила эти витамины Надо попить Они как раз Их пьешь И они на 3 месяца На лето Как раз Что-то потом Антибиотики Не хочется пить Вот так 33 градуса У нас сейчас Ну душно просто Не жарко А как-то душно Сырая вся еду Сейчас в душ схожу И все На завтра Нарезала себе Окрошка 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 Пойдем копать Картошку Это все Что у меня Осталось сегодня От фруктов От овощей Вот Пойду в душ Смывать с себя Весь пот Как это звучит Противно Но Что естественно То не безобразно В общем Иду в душ С вами буду прощаться До завтра Надеюсь Завтра У меня получится Сделать И деньги положить И к этому сходить Как его зовут К бухгалтеру Посмотрим Поживем Увидим Так что друзья До завтра Всем пока-пока Субтитры 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 Субтитры